Военный эксперт Олег Жданов присоединяется к нашему эфиру. Олег Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. У вас система оповещения тоже сработала? Да, вот только что сбросил на экране, чтобы с вами связаться. Олег Владимирович, из возможных вариантов дальнейшего развития событий, развития событий в самые ближайшие несколько дней, что, как вы считаете, является наиболее вероятным? Ну, наиболее вероятным это ракетная активность, которую проявляет Российская Федерация. Ну, я думаю, что повтор того, что было вчера, вряд ли они смогут в ближайшее время сделать. Для этого надо свести опять ракеты на аэродромы, подготовить их для пуска. Например, ракета Х-22, она жидкостная, и она должна заправляться ракетным топливом, которое является высокотоксичным. То есть это специальная операция, которая проводится обученными людьми. Но в остальном есть еще калибры, есть Х-101, есть Х-555, то есть есть ракеты, которые твердотопливные и могут быть применены по Украине. А касательно Беларуси, вот у нас только что перед вашим включением был сюжет, я не знаю, могли ли вы его видеть. Да, я его видел. По поводу заявления министра обороны Беларуси, как вы можете его прокомментировать? Ну, скажу так, что заявление более-менее адекватное, и оно логичное по сравнению с заявлениями Лукашенко. Ну, Лукашенко, понятно, он произносит политические заявления. Но армия Беларуси на сегодняшний день делает все, чтобы не участвовать в этой войне. Я напомню, что там вот тоже один спикер в сюжете говорил, что они отдают до сих пор не только технику с длительного хранения. Они вывезли еще эшелоны боеприпасов, передали их Российской Федерации. И на сегодняшний день Лукашенко, помните, он два месяца назад пытался проводить, мы думали, что будет мобилизация, а он ограничился всего лишь разносом раздачи повесток и проверкой системы оповещения военкоматов. То есть белорусская армия на сегодняшний день не готовится к войне. Она делает все, чтобы не быть готовым к войне. И пока что получается? Ну, то есть пока что, например, Путин готов мириться с таким поведением Лукашенко, который, по сути... А вы знаете, я вам объясню. Ну, это уже не Путин мириться с этим поведением. Лукашенко так поставил ситуацию, ну, он же намного опытнее, чем Путин. Он его 20 лет вводит за нос со созданием союзного государства. И все никак не может подписать финальный документ. Дело в том, что в этом случае, ну, вот если грамотные операторы, которые будут готовить операцию, то они, понимая заранее, что белорусская армия может не выполнить задачу, это будет провал всей операции. Поэтому втягивать ее в бой очень опасно. Я думаю, что в Генеральном штабе Вооруженных сил России кто-то объясняет это Путину или Шойгу, кто у них там сейчас, или Суровикину, который командует сейчас операцией, которого избрали в качестве, скорее всего, в качестве козла отпущения. Кстати, про Суровикина. Ну, мы видим уже, да, и вы не раз заявляли и говорили об этом в эфирах и другие военные эксперты о том, что, ну, вот узнается почерк Суровикина по поводу бомбардировок мирных жителей, мирных городов. Это будет единственная его тактика или он еще что-нибудь придумает? Нет, я думаю, что это будет единственная тактика. Точнее, не тактика, это уже стратегия в плане ведения всей военной кампании. Он будет делать упор на ракетные войска, но без авиации, потому что авиация, они вряд ли залетят в наше воздушное пространство, потому как мы более-менее, система ПВО у нас по авиации налажена и работает очень хорошо. У нас с противоракетной обороной, да, есть проблемы. Но, смотрите, назначение, Суровикин просто привык зарабатывать победы таким способом. Ковровые бомбардировки, это в Грузии наблюдалось, и это в Сирии наблюдалось. И сейчас он пытается изменить ситуацию в военной кампании путем принуждения нас с вами к капитуляции. Но, с одной стороны. А с другой стороны, успехи на фронте все равно решает все поле боя, понимаете? Все равно решает рядовой пехоты. И там, где он находится, там и либо победа, либо поражение. Мы медленно, но уверенно наступаем. Да, темпы немножко снизились, не такие, как мы хотим, но они все равно есть. Мы продвигаемся вперед. И вот это продвижение, оно будет играть главную роль. Где будет находиться, ну, грубо говоря, сапог нашего солдата, там и будет конституционный строй Украины, там будет государство Украины. Олег Владимирович, как вы считаете, как оккупанты сейчас попытаются остановить это продвижение, это продолжающаяся деоккупация украинских территорий? Какова вероятность, например, что будут использованы те российские силы, которые сейчас на территории Беларуси находятся? Потому что, например, аналитики из Института изучения войны говорят о том, что, возможно, именно эти силы будут использованы для того, чтобы часть украинских ВСУ, украинских сил задержать где-то в районе Киева или Житомира и не дать им переброситься на другие направления? Ну, дело в том, что российских сил в Беларуси сейчас нет. Там есть ракетные войска, там есть бригада «Эскандер», которая стоит вдоль границы, там есть несколько подразделений, несколько дивизионов С-300, С-400, противокомплексов ПВО, и все, и обслуживающий персонал, там две стационарные радиолокационные станции дальнего радиосодействия. А так, в основном, военных там нет. Там должна приехать команда рабочая в составе 20 тысяч. Ну, я думаю, что она приедет к концу реконструкции структуры железной дороги, вот рам погрузочных, подъездных путей к ним. Там контракты на конец ноября подписаны, окончание работ. Вот тогда приедет вот эта рабочая команда, и то, что Лукашенко говорил, что выделит промышленные зоны и заброшенные фермы для проживания российских солдат. И они планируют создать там 120-тысячную группировку. Но это будет не раньше начала формирования, и будет не раньше декабря месяца. Так что на сегодняшний день говорить о том, что там есть российская группировка, нет. А если эта группировка там все-таки появится, какова вероятность того, что, например, будет нанесен точечный удар по месту дислокации этих российских войск, оккупантов, на белорусской территории? Ну, вероятность такая довольно высокая. Почему? Потому что, в принципе, у военных это называется легитимная цель. То есть, если есть прямая угроза военного вторжения или нанесения огневых ударов со стороны территории противника, то по объектам, которые наносят эти удары, это считается легитимной цель, и мы вполне можем наносить. Для этого просто надо отдать приказ войскам и иметь виды вооружения, которые будут доставать до этих районов. Да, но ведь Лукашенко сразу попытается использовать это как казус Бели, попытается продать это как нападение на Беларусь со стороны Украины. Ну, вы знаете, сегодня не 14-й год. Вы посмотрите, какая политическая ситуация в мире. Даже мы с вами переживали за референдумы, да? А как мир воспринял референдумы? Абсолютно адекватно. И все только осуждают Россию. Поэтому Лукашенко этот казус Бели может использовать только лично для себя. Но не в ситуации, когда он, допустим, заставит ООН принимать какие-то меры против Украины. Мы защищаем свою территорию. И на сегодняшний день, да, мы не были готовы 24-го числа отражать вторжение на государственной границе. А сегодня мы готовы. И де-факто боевые действия, если белорусская армия решится вторгаться, де-факто боевые действия начнутся на территории Белоруссии. С подходом войск к нашей государственной границе. Так что я думаю, что и мы, и мировое сообщество к этому абсолютно готовы. Готов ли к этому Лукашенко? Кстати, это очень хороший вопрос. И это может быть одним из сдерживающих факторов того, что белорусская армия все-таки не будет пытаться вторгаться в Украину. А почему, например, оборона Украины до сих пор не происходит на российской территории? На территории врага? Ну, здесь ситуация немного сложнее, потому что все-таки Российская Федерация, она интегрирована в международные отношения, особенно в экономические. И вот здесь Россия может использовать ситуацию, и у России, вы смотрите, политических полномочий намного больше, чем у Белоруссии. Она все-таки и в Радбезе, и в Совбезе ООН сидит, и право вето имеет. И я так понимаю, что западные партнеры боятся того, что Россия объявит Украину агрессивной страной, объявит войну, и это повлечет за собой разрыв экономических связей, от чего пострадает сильная Европа. Ведь, например, газ до сих пор качается, контракт же газовый не расторгнут. Да, это правда. То есть экономические факторы сегодня приводят к тому, что Европа не готова. Да, Европа считает, что своя рубашка ближе к телу, и долгосрочные контракты, заключенные с Российской Федерацией, на сегодняшний день работают в полном объеме. Сразу несколько мероприятий, довольно масштабных, международных, должны состояться в ближайшее время, сегодня и завтра. Завтра, если не ошибаюсь, это заседание в формате Рамштайн. Да, сегодня еще одно обсуждение. Поправьте меня, пожалуйста. Знаю, что должно касаться обороноспособности Украины, но не знаю, что конкретно будет происходить. G7. Да, точно, G7 должно сегодня быть. Чего ожидать? Что будет обсуждаться на этих саммитах? Ну, на G7 президент Зеленский хочет обговорить вопрос безопасности Украины. Я так понимаю, что будет ставиться вопрос о предоставлении нам дополнительного и как можно быстрее вооружения в плане закрытия нашего неба. То есть вопрос закрытия неба опять становится актуальным. Вчерашний день показал, что мы этот вопрос упускаем. Ну, как упускаем? Мы не можем его продвинуть. И поэтому, я думаю, это будет главный вопрос. На G7 это раз. И второе, что делать дальше с Российской Федерацией? Потому что, ну, такое поведение России и ее присутствие в совбезе ООН, что она имеет право вето. Кстати, Россия наложила на право, использовала, точнее, право вето, когда по инициативе Соединенных Штатов на последнем заседании совбеза ООН было предложено резолюцию с осуждением вот незаконной аннексии территории Украины. И все. И ООН становится недееспособной, еще раз, стала недееспособной организацией. Вот. Так что, думаю, что именно вот эти наболевшие вопросы обороноспособности Украины, особенно в воздушном пространстве, будут обсуждаться в первую очередь на G7. Возможно... Олег Владимирович, как вы считаете, какова вероятность того, что европейские государства передадут украинской стороне хотя бы на временное использование свои системы ПВО? Ведь, по сути, если эти системы ПВО будут находиться на украинской территории, это означает, что защищать они будут и Польшу, и другие страны. Да, конечно же. Безопасно... Смотрите, Украина — это теперь форпост. Они все сделали ставку на нашу победу. И фактически нашими руками безопасность европейского, ну как минимум европейского континента, она выборивается сегодня на полях сражения в Украине. Дело в том, что есть же не только те средства, которые... Мы ждем грантовые поставки, которые должны быть бесплатны. Но мы можем, вы абсолютно правы, мы можем договориться. Есть же аналоги этих комплексов. Не обязательно на SAMS, не обязательно на IRIS-T ждать, когда его произведут. Есть и испанский Spider, есть и ШАТ американский. В конце концов, есть тот же самый Patriot, и можно было бы его передать. И много других аналогов. Менее корейские комплексы неплохие есть, противоракетные. Южная Корея, я имею в виду. Поэтому тут вопрос. И в любом случае эти комплексы есть либо в составе вооруженных сил стран, либо они находятся на охранении. То есть составляют резерв этих армий. Да, Олег Владимирович, хотелось бы, чтобы как можно быстрее эти комплексы были поставлены Украине, они бы спасали человеческую жизнь. Ну, это наша с вами мечта, да. Конечно, конечно. Ну, а сейчас в Украине общенациональная минута молчания в память о тех, кто погиб от российской агрессии. Олег Владимирович, поскольку вы пока с нами, предлагаем вам присоединиться, как и всем нашим зрителям, присоединиться к этой минуте молчания. Продолжение следует...